Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Юля, и я рада приветствовать вас у меня на канале. Там, где я рассказываю всё о том, как быть красивой, ухоженной и стильной в любом возрасте. И первое, с чего бы я хотела начать, это с того, чтобы поблагодарить вас. Несмотря на то, что у меня были летние каникулы, вы всё равно продолжали смотреть мой канал, а также подписываться на него. Я вам очень за это благодарна. И хочу сказать, что помимо канала на YouTube, я веду ещё очень интересный Instagram, в котором я выкладываю повседневные лукбуки, а также пишу интересные посты о косметике и моде. Внизу я укажу, как называется мой Instagram. Обязательно заглядывайте туда, подписывайтесь, мне будет очень-очень приятно. И плавно перейдём к сегодняшней нашей теме. Так как наступила осень, я предлагаю сегодня поговорить о тенденциях осень-зима 2017-2018. Из всего множества трендов, которые предлагают нам модные дома, я выбрала самые носибельные и самые интересные, на мой взгляд. И в комментариях мне будет приятно, если вы напишите, что вам понравилось, а что, на ваш взгляд, является неприемлемым именно для вас. Мне будет очень интересно, обязательно пишите. Конечно же, каждый из нас не имеет финансовых возможностей каждый сезон обновлять свой гардероб согласно трендам. Но если вы имеете хорошую базу и добавите в неё несколько трендов этого сезона, то вы будете выглядеть модно. И первый самый модный цвет, это цвет ярко-красный, это самый трендовый цвет этой осени. Красный Total Look является главным и основным трендом этой осени. То есть, красный с головы до ног. От трусов и до колгот. Но если вы не настолько смелы, чтобы одеться в красный с головы до ног, то мой вам маленький совет. Приобретите красивые красные аксессуары, такие как брошь, ремень, сумка, какие-то акценты в макияже и маникюре, и вы будете выглядеть очень модно. Следующие цвета, о которых я бы хотела рассказать, это бордовый или золотистый портвейн и темно-зеленый или зеленая ель. Почему я объединила два этих цвета? Потому что эти цвета достаточно сложные, и у них есть такой момент, они очень старят. Поэтому я бы хотела посоветовать вам, чтобы вы не носили их у лица. То есть, вы можете купить себе низ этого цвета, или расставить также акценты в виде обуви или аксессуаров. Следующий цвет, это бледно-розовый. Он чем-то похож на цвет, который был в тренде весной бледный кизил. Если вы боитесь облачиться в красный Total Look, то я бы порекомендовала вам следующее модное сочетание. Это красивый бледно-розовый в сочетании с красными акцентами. Это будет еще одно очень модное и трендовое сочетание этой осени. Следующие цвета, это нейтрально-серый и бежевый цвет. Вещи этих цветов могут стать базовыми вещами вашего гардероба. Поэтому, если вы очень серьезно подходите к своему гардеробу и не любите тратиться на какие-то мимолетные тренды, то покупайте вещи именно в этой цветовой гамме. Следующее, о чем я хотела бы с вами поговорить, это о принтах. Самым модным принтом этого сезона будет клетка. Клетка может быть как крупной, так и мелкой. А также она может присутствовать где угодно. Как на вашей одежде, так и на обуви и аксессуарах. Главным конкурентом клетки в этом сезоне будет цветочный принт, который не покидает нас уже несколько сезонов. Поэтому я думаю, что покопавшись в вашем гардеробе, вы обязательно найдете какое-нибудь цветочное платье и будете выглядеть очень модно и в тренде этой осени. Также в этом сезоне очень много меха. Мех будет как на обуви, так и в сумках, так и сами меховые изделия будут достаточно ярких, дерзких цветов. В тренде этого сезона не только натуральный мех, но а также и изделия из искусственного меха. Поэтому приобретайте то, что вам ближе и с удовольствием носите. Следующее, о чем я хотела бы с вами поговорить, это о бархате и вельвете. Бархат был моден в прошлом холодном сезоне. Поэтому если вы что-то приобретали, смело доставайте и вы будете самыми модными. Ну а если вам больше импонирует вельвет, то я бы посоветовала вам приобрести вельветовый брючный костюм, который будет смотреться по-осеннему уютно и красиво. Теперь я хотела бы рассказать вам о самом модном фасоне сезона осень-зима 2017-2018. Это широкие плечи и объемные подплечники. Этот тренд к нам пришел и с 80-х, когда на девушке именно такой фасон, на мой взгляд, девушка смотрится более миниатюрной и более хрупкой. Единственное, что я бы не посоветовала такой фасон достаточно крупным девушкам для того, чтобы вы не выглядели еще больше. Следующий тренд, который достаточно интересен, на мой взгляд, это ковбойский стиль или стиль дикого запада. Для него характерны кожаные жилеты, а также куртки с бахромой, деним, рубашки в клетку, а также обувь с металлическими носами. По поводу рубашек в клетку, все вы помните, что несколько сезонов назад они были в моде, поэтому вы можете их доставать, но носить не самостоятельно, как рубашки, а носить поверх, как куртки или как жакеты. Ну а сейчас я немного расскажу вам о трендовой обуви этого сезона. И первое правило этой осени – обувь должна блестеть. Кожа должна быть металлизированная. Металлизированный стиль очень моден в этом сезоне. Он будет как в аксессуарах, так и в одежде. Либо ваша обувь вся будет из трасс, либо частично украшена какими-то металлизированными и блестящими украшениями. Следующий тренд, который будет моден – это крупные надписи и логотипы на обуви. На мой взгляд, это не очень долгосрочный тренд, и не каждый из нас решится на такую обувь. Следующее, о чем я уже упоминала – это меховая отделка. Она достаточно интересная, но на мой взгляд абсолютно неносибельная, особенно для нашей полосы, так как в основном у нас всегда мокро и грязно. Поэтому я думаю, что, к сожалению, этот тренд не приживется у нас. Следующее, о чем я хотела бы рассказать – это об обуви с необычным каблуком. Этот тренд уже держится третий сезон, поэтому, если вы что-то приобретали, опять же, повторюсь, доставайте и будьте самыми модными. Возвращаясь к красному Total Look, очень модны будут красные сапоги. Эти сапоги могут быть как маленькие, коротенькие, так и бадфорты. Бадфорты не покидают нас уже второй сезон, поэтому смело их носите. И последнее, о чем бы я хотела с вами сегодня поговорить – это о сумках, о трендовых сумках этой осени. Первое, с чего я начну, с того, что сумки в этом сезоне имеют более четкую форму. Они, по сравнению с прошлыми сезонами, достаточно миниатюрные. В моде будут сумки а-ля барсетки, сумки на цепочке, а также сумки необычной формы и сумки ярких цветов. Дорогие друзья, на этом все. Я с вами прощаюсь, надеюсь, что была вам полезна. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх, а также делитесь им со своими друзьями. Не забывайте подписываться на мой канал. Я вас всех обнимаю, целую. До новых видео. Пока-пока.